Андрей Атлас Здорово, привет всем, ребята, здрасте Так, слушайте, про что я хотел вам рассказать Недавно пришло мне приглашение, приглашают в глэмпедицию меня Оказываются такие гламурные туристические путевки с фотосессией Мне прям пришло, типа, приглашаем в глэмпедицию на Байкал Четыре дня, с нами вагон шмоток для фотосессии И два профессиональных фотографа И, видимо, это рассчитано на девочек, потому что они пишут Вы получите кучу снимков, увидев которые, все другие девчонки вам по-хорошему позавидуют Я думаю, ну, известный же факт, что девчонки завидуют друг другу по-хорошему Они смотрят классная жопа, накачанная в Инстаграме, такие, какая молодец Как я ей по-хорошему завидую Я сейчас в комментариях ей вот так три огонька поставлю, типа, сгори, мразь, бля Но по-хорошему, по-хорошему Я так ржал, когда я прочитал эту рекламу, у меня жена из соседней комнаты прибежала Говорит, ты че ржешь? Я говорю, бля, прикинь, что прислали Она почитала, я поржала, и в итоге мы, блядь, едем в глампедицию, вы представляете? Я в шоке, там группа забилась, 12 женщин и 12 мужей Мне жена говорит, вы подружитесь Я говорю, конечно, горе, оно же пипец объединяется Мы еще после глампедиции будем собираться ветеранами, знаете? Я буду сидеть, говорю, давайте, мужики, за жен декабристов, за мужей глампедистов Тут надо сказать, что у меня жена повернута на инстаграме И в плане, я не против, что она освещает нашу жизнь Я против, что она ее очень сильно приукрашивает, понимаете? Она настолько, я когда смотрю ее, бля, я отписался нахрен, короче, от нее Я не вывожу, честно, это ярмарка тщеславия Вот вы можете зайти к ней на аккаунт, посмотреть и такие Вау, я тоже хочу так жить Я смотрю, думаю, так и я хочу так жить, мы не живем так вообще У нас дома фотостудия, понимаете? У нас штативы, лампы, камины, цветера с оленями У нас есть лампа, вдумайтесь, которая имитирует свет заката Нахрен она нужна, я не разобрался Просто когда мы сремся, я ее включаю и ухожу в закат, бля, вот все Единственная ее функция Чтобы вы понимали, насколько сильно она все приукрашивает У нас дома есть инстапосуда Знаете, что это такое? Инстапосуда Вот она делает мне завтрак, она его выкладывает в красивую, в эту инстапосуду Фоткает, потом пересыпает в мою чмошную миску С которой я с института еще ем И из нее я уже ем Из инстапосуды нельзя есть, я не знаю почему Я ее зубами поцарапаю, бля, или что? Я как-то забыл, начал жрать из инстапосуды Она заходит на кухню, Андрей, нельзя! Фу! Я говорю, я тебе кот, бля, что ли? Фу! Фу! Хотел все высказать, я на что-то лазером отвлекла меня, я убежал Это... Как меня это честно достает? Она еще посты километровые пишет, она же инстаблогер Знаете, вот эта фишка у женщин? Километровый пост и рядом фотка, которая вообще нахрен не связана никак с темой того, что она там пишет Фотка она там в клубе с бокалом вина такая веселая А после, типа, девочки, поговорим об эвтаназии Ты думаешь, что? Чего? Учитесь подписи делать у мужиков Вот там всегда все понятно Он стоит на речке с рыбой, подпись Поймал рыбу, ты думаешь, вот! Стоит Стоит на свадьбе с подвязкой, подпись Поймал подвязку Стоит в клубе с бабой, поймал хламидий Там все понятно, всегда Она еще в этих своих постах километровых делает Она грамотная, но она делает какие-то глупые ошибки такие Меня больше всего бесит, когда, знаете, она слово «едем» пишет через «и» А это уже другое слово И там в итоге какая-нибудь сториз, где я за рулем такой вот И там, девочки, угадайте, куда мы едим? Прям хочется зайти в комментарии и написать «В рот, блядь!» «В рот, едим, в глаза долбимся!» Я тебя сколько раз просил «Проверяй ты то, что ты пишешь!» При этом она, знаете, что мне говорит? Она говорит, значит, во-первых, Андрей, я не тупая В-третьих, ошибки — это моя фишка Потому что ошибки поднимают активность твоей страницы Люди пишут, что ты ошибся И у тебя страница выходит в топ Я думаю, какая себе вы устроились? Я говорю, а знаешь, что еще поднимает активность страницы? Если жопу выкладывать голую Она говорит, я знаю А ты, кстати, зря отписался от меня Бля, прикиньте Я еще недавно узнал, что у девочек, которые ведут инстаграм свой Прям валиваются в него У них есть фишка, они фоткаются в чужих вещах Вы знали? Ну, не в смысле, что они меняются? Нет, а смотрите, лайфхак Они идут в магазин, покупают дорогие шмотки Чеки не выбрасывают, бирки не срезают Фоткаются в них Потом возвращают в магазин Типа, ммм, не подошло Тебе говорят, да мы, блядь, на вас подписаны Да, мы видели, как вам не подошло Спасибо Я, когда это узнал, я офигел Я говорю, ты дорогущие шмотки Ты понимаешь, когда-нибудь их не примут назад Мы охренеем расплачиваться Чем тебя не устраивает Баленсиага, вон, садовода За 800 рублей Да, Баленсиага написана с ошибкой Но ошибки, это наша фишка Они поднимают активность твоей страницы На секундочку Почему мы игнорируем этот факт? Я почему бешусь? Потому что контента слишком много Снимки, они какие-то, как сказать Безответственно к ним относятся Потому что их слишком просто делать Мы-то с вами росли во времена пленочных фотоаппаратов Вы помните, какую мы ответственность чувствовали за эти снимки? Ты же не сам их печатал, проявлял Ты шел в фотоцентр, помните? Там абсолютно незнакомая тебе девочка Выкладывала стопку фотографий твоих с Нового года Говорила, проверьте качество Ты их брал в руки, а там парад уродов Ну, блядь Ну, это же целая культура была с этими фотографиями Вы помните вот эти фотоальбомы блюдские Целлофановые у нас были у всех? У кого был такой альбом? Похлопайте У всех были, у всех У тебя был? Как тебя зовут? Радмила, мы с тобой не знакомы Но хочешь, я тебе четко расскажу, какие у тебя фотографии там были? Вот четко расскажу Смотри, у тебя по-любому была фотография, где вы в зале за столом с салатами сидите? Была? Была Была фотка, где вы на диване на фоне ковра? Была? Была Конечно, была Была фотка младенца обязательно в альбоме Может, это не ты, не твой младенец Какой хер, какой ты младенец? Выменили на две фотки моря у соседей, непонятно Но всегда был младенец, помните? И обязательно у всех была фотка со всеми родственниками Вы сейчас поймете, там композиция всегда была Там же, блядь, драматургия Там первый ряд сидит Второй ряд стоит И всегда был один вот этот фронтмен-долбонавт, помните? Который А я вот так вот лягу сейчас перед всеми Давай, Ленка, фоткай! Похрен, что рубашка белая, земля холодная, давай! Я обожаю эту шутку, потому что всегда смеются не все И есть люди, которые такие Ну, почему сразу долбонавт? Мы же там настоящие были на этих фотографиях, понимаете? Сейчас другой фотоконтент Сейчас все по-другому Мне жена объясняла, что типа Ну да, надо приукрашивать Я поэтому и отписался от нее Я не знаю ту женщину, которая там в инстаграме, понимаете? Я ее видел два раза в жизни И то она мне говорила Дверь закрой, я фоткаюсь! Я закрывал, все, мы больше не пересекались Просто мне кажется, да фоткайтесь сколько угодно Но не надо приукрашивать, зачем? Как по мне, если ты приукрашиваешь жизнь в инстаграме Это в первую очередь означает то, что та жизнь, которой ты живешь, настоящая Тебе не нравится А зачем тогда? Ну я не понимаю Мне жена объясняла Сейчас вся фишка современной фотографии в непринужденности Должно быть полное ощущение, что тебя сфоткали случайно Видели вот эти непринужденные фотографии? Нельзя смотреть в кадр, во-первых Прикиньте, в мое время, если ты в кадр не смотрел Тебе таких пи***ов давали Все должны были смотреть в кадр Все взрослые, дети, животные, памятники Голубь мимо пролетал Такой, ух, ёп А сейчас нельзя смотреть в кадр Видели вот эти непринужденные, непостановочные фотографии? Где девочка сидит в кровати, поправляет волосы Москва-сити Живет в Чебоксарах, поправляет Москва-сити И такая, типа, я только проснулась Вот она, я такая, как есть Мы же понимаем, что это чёс Мы понимаем Почему? Потому что я как-то попытался жену сфоткать Когда она только проснулась Думал, ну, романтика же будет сейчас Романтики не было, прикиньте Она телефоном трясла передо мной, как шейкером Вот так Удаляй! При мне удаляй! Из удаленных, сука, удаляй! Из облаков, из всех удаляй! Удалил? Все, отпускаю твои яйца Больше так не делай, бля Вот так мы и жили Друзья, будьте настоящими Спасибо огромное, вы очень классная публика Дамы и дикари Леди и приматы Женщины и пью мусор Специально для вас Новый фантастический сериал С элементами реальности Красавица, ты последняя очередь Что ты сказал? Она красавица? А я тогда кто? Уродина? Подруги, простите его Просто он москвич Два холма С 25 июля В 9 вечера Я хочу с тобой спариться Как ты смеешь мне такое предлагать? Тогда хотя бы груди покажи Премьера на ТНТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова